Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер, я основатель проекта CFR Deposit. Сегодня 7 апреля 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем по традиции с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в зоне накопления между двумя ключевыми уровнями 1.07.856 и 1.08.290. Торговать здесь не очень выгодно и не очень интересно, потому что цена между этими уровнями может перемещаться еще какое-то время. Расторговать лучше евро на выходе из этого накопления, если, например, пробивается уровень 1.08.290 и происходит какой-то откат, можно поискать точку входа на покупки. Если произойдет пробой уровня 1.07.856, то тогда ищем точку входа на продаже. Фунт-доллар. Примерно та же самая ситуация, что и у евро. Такое же накопление происходит между двумя уровнями 1.22.978 и 1.22.175. Ситуация здесь такая же, торговать в этом накоплении неинтересно, лучше подождать, пока фунт какое-то движение интересное произведет, либо на пробой верхней границы накопления, либо нижней границы. Иена достигла ключевого уровня 109.034, но его, по сути, ложно пробило. Сейчас происходит откат и от уровня 108.647 я все-таки ожидаю дальнейших покупок. То есть здесь формирование точки входа на покупки и дальнейшее продолжение. Канадский доллар наконец-то вышел из накопления очень долгого и пробил уровень 1.4941. Это нижняя граница накопления была. Сейчас его потенциал продаж у уровня 1.39941. Здесь потенциал полностью, все продажи его закончатся. И здесь надо будет смотреть, если пробьет уровень, продолжатся продажи. И если откатит, то, скорее всего, просто будет откат и потом продолжение продаж. Если сейчас кто-то находится в продажах, лучше уровень 1.39941 продажи закрыть. Новозеландский доллар достиг ключевого уровня 0.59841. И сейчас этот уровень проходит определенное тестирование ценой. И если уровень все-таки пробьется, то, естественно, Новозеландец пойдет дальше вверх. На откате нужно будет искать точку входа на покупки. Но пока что особого пробоя здесь я не ожидаю. И здесь все-таки будет как минимум откат от этого уровня. Сегодня ближе к европейской сессии посмотрим. Австралийский доллар, в свою очередь, немного не дошел до ключевого уровня 0.6176. Как раз сейчас он это делает. Сюда дойдет и закончатся как раз-таки вот эти вот покупки, которые начались вчера. И здесь произойдет откат от этого уровня. Дальше можно будет посмотреть, как только произойдет откат. Можно будет посчитать, куда конкретно этот откат произойдет. Если будет пробой, то можно будет посчитать новый потенциал. Пока что ждем уровня 0.6176. Золото достигло тоже ключевого уровня. 1.667.16. Это достаточно сильный уровень. Сейчас происходит определенное накопление золота. Возможно, произойдет откат. И продолжение движения, максимальная цель покупок по золоту это уровень 1.697.82. Если сегодня он его не достигает, то на завтра уже точно ждем от уровня 1.667.16 откат и определенные продажи. Возможно, они большие, но они будут. Нефть немного не дошла до уровня 3.436. Сейчас формирует определенное накопление. От уровня 3.436 я ожидал разворот ее и, ну, как минимум, откат. Уровень достаточно сильный. И если пробьет его нефть, то покупки продолжатся. Что сомнительно на самом деле. Учитывая, что сейчас формируется накопление, это больше знак на разворот, чем на продолжение движения. Тем более, это происходит под ключевым уровнем. Поэтому здесь я ожидаю все-таки продолжения продаж. И если спустится ниже 2905, это будет на однозначные продажи продолжиться. Биткоин. Биткоин сейчас откатил. У него был ключевой уровень 5055 долларов за один биткоин. Это достаточно сильный ключевой уровень. Откат произошел к уровню 7168.90. Отсюда я рассчитываю, что он пойдет дальше вниз. То есть, продолжится его продажа. Потому что на какое-то движение сильно восходящее оно не похоже. По моим расчетам, здесь этот уровень является коррекционным. И поэтому сейчас биткоин может обратно под него спуститься и продолжить свое падение. Рубль. Рубль устоял. То есть, 81 рубль 31 копейка уровень достаточно сильный оказался. Рубль сейчас находится в откате. После достаточно продолжительного накопления происходит коррекция. Но коррекция достаточно вялая. И ожидать, что рубль начнет расти, крайне сомнительно. Парой доллар-рубль падать тоже не похоже, что собирается. Поэтому, скорее всего, откат и продолжение, опять же, рост именно пары доллар-рубль от уровня 75-16. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в 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 Добро п